Всем привет! Снега снова много, но сегодня это не будет проблемой. Да, обзор на этот прекрасный аппарат уже вышел у меня на канале. Ссылочка будет в подсказках в описании, посмотрите. Вот так вот просто взял и заехал. Доминируй, унижай. В общем, я пока что разгребаю вещи, а потом выхожу и начинаю все-таки уже по-человечески все дело чистить, как обычно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, надо признать, с этой штукой, конечно, быстрее гораздо процесс идет. Вот. Единственное, что мне не нравится, потерялся направляющая. Сейчас попробую что-нибудь изобразить, а то как-то слишком уж так снег прямолинейно летит и забивает, соответственно, то, что уже почищено. Лучше бы в какую-нибудь сторону летел бы и все. Сейчас попробую что-нибудь сообразить. Собственно говоря, нашел. Не знаю, получится ли это одной рукой аккуратненько прикрутить. Точнее говоря, при... Опа, получилось. Продолжаем. Отличная подставка из джипа. Рекомендую, так сказать. Если уж не ездить на нем, так пусть хотя бы служит подставкой, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Фигак, фигак. И первая парковка, первая половина парковки очищена. Перемещай машину сюда. ну собственно говоря языкатка агрегат магет у меня была идея купить что-нибудь такое прям ух мощное-примощное для таких целей но все-таки помахать лопатой это отдельный ни с чем не сравнимый кайф иногда нужно так вот бросить все приехать в деревню пусть даже и на таком вот лучше конечно красным можно и на таком вот агрегате и покопать лопатой физический труд он никому еще вреда не приносил так что и вам рекомендую время от времени не только так сказать джипиться автоматизировано снег убирать за 15 минут но и со старой доброй лопатой взять и помахать я приступаю к расчистке этой половины это я уже не буду снимать нафиг надо а что будет дальше увидим пока что что-то как-то честно говоря еще никаких планов и пониманий на продолжение ну что основной работ объем работ да нифига он не основной в общем почистил я парковку и выезд как только отсюда очистил проехал трактор и снова намел короб пришлось короб тоже дочищать ладно в общем парковка по чищена сейчас надо по чистить тропиночку к калиточке только наверно с той стороны этим делом займусь и дальше первоочередную тропинку к дому надо сделать а там посмотрим автоматическая штучка конечно помогла но времени уже обед я не завтракал поэтому я сейчас добью этот кусок и тропинку до дома сяду обеда завтракать а там и стемнеет поэтому скорее всего остальные работы уже следующий раз так и еще кое-что я хотел показать но видимо это получится показать только с дрона отсюда будет плохо видно да ну покажу наверное здесь вот суть то же самое я думаю в этот приезд надо еще будет залезть и почистить снег с пологих крыш потому что что-то как-то на всякий случай так скажем изъясним всего так вот пошел окопать дальше ну что шоу калитки проход теперь тоже есть сейчас перемещусь копать дорожку к дому пока давайте прям буквально пару слов вот об этом вот электрическом агрегате я думаю называется как так как так ну собственно вот такой агрегат 35 сантиметров ширина захвата ну высота я тоже думаю сантиметров 30 но лучше брать конечно же сугробы поменьше и вообще сугробы эта штука конечно там сугробы сугробы не возьмет я даже сказал что паркинг с ней чистить проблематично потому что потому что потому когда снег проходит через ротор снегоуборщиком он немножко подтаивает и соответственно ложится дальше на место отброса звучит как-то странно но наверное так оно есть да куда отбрасывается снег это место отброса так вот он туда ложится такой некой корочкой и рано или поздно это место все равно придется убирать то есть это именно касается паркинга то есть когда вы все на примере дорожки да вы идете с ним он вас в сторону сбрасывается сугроб образуется сбоку и ладно вам этот сугроб потом не чистить что касаемо парковки вы в любом случае отбрасываете снег либо в бок либо вперед и рано или поздно достигаете того момента когда приходите убирать тот снег который собственно говоря ну не тот снег а тот снег на который вот это вот штучка успела набросать убираемый снег и этот снег оказывается с такой ледяной корочкой и ему же самому уже сложно его убирать поэтому приходится применять либо так сказать тактику нескольких движений либо немножко его задирать чтобы он сначала верхнюю часть сжирал в общем короче такой вот обзорчик такого агрегата которому уже не знаю сто лет в обед до сих пор работает если вам нужно чистить дорожки вполне себе рекомендую либо и да нет без либо я хотел сказать что если вы каждый день будете чистить парковку да нифига все равно будет он набираться ему будет тяжеловаться с коростом ледяным справляться для дорожек вообще офигительная штука так их там уже нет продажи потому что ему сто лет в обед на этом обзор завершён я пошел копать лопатой очищена значит можно и перекусить потому что а почему бы собственно говоря и нет летом траву косишь без перерыва зимой тропинки протаптываешь прокапываешь без перерыва круговорот деревенской жизни хорошо что всяких кос коров до курочек нету а то еще с ними что-то делать надо было хотя признаюсь во время пандемии 2020 году про курочек мысль была не сложилось крыши чистить надо я думаю что начну я с этой пока что вокруг не буду убирать буду скидывать его как раз вокруг да около высоко сижу далеко гляжу собственно начал расчистку первой крыши не штатив не брал не дрон так что процесса не будет а будет результат ну собственно в принципе нормально идет сейчас быстренько все дело раскидаю понять только куда это раскидывает лучше но это так делал 10 толщина снега тут прямо таки располагает так что для примера в общем не зря я думаю это дело затеял снег еще тут не пушистая такими коростами ледяными периодически довольно тяжелый так что раз пришла такая идея надо сделать на всякий случай душе будет спокойнее крыша почищена чего-то такое сложилось впечатление что со штатива камера снимала не совсем то что я хотел может быть тупые кадры получились ладно вот такой вот сугроб получился одна крыша че-то снизу пойдем посмотрим у него так сказать воочию да здесь тоже нападала одной рукой правда не очень удобно будет убирать отдельно сейчас пройдусь все дело подскребу ну вот такой вот сугробик получился одна крыша чистая пошел чистить наверное вторую сейчас посмотрим в общем я решил пока еще копать не перекопать сделать костер чтобы атмосфернее копать было ну и буду подкидывать и как раз получится совершенно изумительные угли вторую крышу я скорее всего буду делать уже завтра потому что сейчас я пока все докопаю будет уже время готовить ужин и будет откровенно говоря темно красивый костер кострица я наученный так сказать собственным опытом и тайньем снегов столики пока не ставил можете оценить вообще сколько снега в этом году снега очень много выпало я его убираю все тропинки окончательно прочищена маршруты так сказать заданное направление есть костерчик продолжает радовать теплом хотя можно наверное немножко его и подразжечь чтобы помощь не радовал теплом но моя цель хорошие угли хорошие угли будут сейчас собственно говоря давайте я в очередной раз пообещаю меньше говорит собственно говоря и посмотрим что там на крыше которую надо чистить что там Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока, в общем, угли делаются. Помчали на ту крышу. Попробуем хотя бы начать работу. Потому что... А что затягивать? Да, снега здесь прилично. Сейчас я уже точно без штатива. Показывать особо не буду процессы. Но суть, в общем-то, вам ясна. Приступаю к работе. Здесь у нас скользко. Вентиляцию я откопал. Здесь какое-то прямо громадное-громадное. Вот, собственно, видно по толщине нароста льда вообще. Опять же, с краев я все кое-как убрал. Но несколько раз подскользнулся. И что-то у меня есть такое желание, наверное, отложить все-таки эту крышу до завтра. Передумать, может быть, себе какую-нибудь веревку страховочную из окна. Ну, потому что, блин, снега-то вроде много, но вниз-то лететь все равно не хочется. Сейчас чуть-чуть еще подразгребу. Аккуратненько очень. И там будет видно, что с этим всем делать. На этой крыше я аккуратненько, собственно, снег, который был по краям, раскидал вниз. Остальной, по мере возможности, раскидал по периметру. И буду греться у костра. Три раза подскользнулся там, упав, так сказать, на жопу. Спасибо, что под жопой еще оставалась уйма снега, и я не поехал вниз. В общем, такое все мероприятие. Надо придумать, как этот снег оттуда аккуратно убрать. Потому что вот на таких вот углах крыш, где пологая встречается с острой там, здесь-то как-то все окей, сошло и сошло. А там прямо такие большие снежно-ледяные наросты, причем прям большие. И вот этой пластиковой лопатой с металлической каемкой я их попытался бить, но не стал переусердствовать, потому что есть ощущение, что можно сломать эту лопату. Или если удастся штыковой лопатой, можно крышу повредить, что не есть хорошо. Посыпать каким-нибудь реагентом, тоже не очень понятно, как он на металл будет действовать. Скорее всего, не очень хорошо. Так что пока я у костра греюсь, посоветуйте в комментариях методы и способы и средства для очистки деревенских крыш. Новый день. И все буквально течет. Лопата стоит, но есть ощущение, что она не пригодится. В общем, абсолютный какой-то плюс ночью случился, что реально оно все прямо, припрямо тает. Дам ему немножко потаять. И потом, и сюда я пошел, и потом полезу смотреть, или не полезу, чего делать с крышей. Здесь с крыши все упало. Надо будет все убрать с терраски. Я думаю, может быть, залезть на крышу. Дочистить вот это, как-нибудь аккуратно попытаться скинуть. Дочистить вот это. Почистил. Здесь вот регулярно падающий с крыши такой прям он ледяной нарост. Мне кажется, об этом говорил уже. И посыпать его какой-нибудь солью или реагентами не хочется. Может пострадать дерево терраски. Пока что оставлю, а там посмотрим. А вот это вот все натолкнуло меня на одну интересную мысль. Пойдемте покажу. Шаг номер один. Шаг второй. Шаг третий. Шаг четвертый получается. Я решил, что сейчас я создам такую мокрую, хорошую, так сказать, скользящую поверхность. Что упростит уборку снега в целом. С учетом того, что сейчас плюс, мне кажется, идея неплохая. Посмотрим, что из этого выйдет. Процесс потихонечку идет. Громадные сухгребы я разгреб. Совсем, наверное, в ноль эту крышу убирать я не буду. Потому что она скользкая. Иначе отсюда спущусь только, так сказать, кубарем вниз. Этого не хотелось бы. Поэтому некий снежный слой для ходьбы я все-таки себе тут оставлю. Ну, а такие большие сугробы, которые в лопату. И вот этот сейчас догребу. Как-то так. Вздуховат открыт. Это, наверное, будет заданием, так сказать, челленджем на следующий приезд. Знаете, какие-нибудь средства. Да, отмыть сайдинг. В общем, можно считать, что основную нагрузку я с крыши снял. А теперь попытаюсь безболезненно отсюда слезть. А вот так вот это все выглядит снизу. Зимний дождь. Ну ладно, неплохо получилось. Идея была классная. Ну и раз уж сланги были расвернуты, все решил пополнить зимние запасы воды. Обогреватель, кстати, работает отлично. За что ему спасибо. Насос все так же работает в ручном режиме и пока не работает в автоматическом. Я так думаю, что все-таки по весне просто поставлю новый и будет счастье в этом доме. Ну что ж, крыши почищены, дорожки протоптаны. На этом буду закругляться. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч! До новых встреч!